Приватная эксклюзивная встреча с Анной Беккером, Дмитрием Гущиным по многочисленной просьбе лидеров. Сразу скажу, что и Анна, и Дмитрий люди очень-очень заняты, особенно в связи с тем, что сейчас разрабатывается проект, технология, которую мы с вами знаем, в связи с тем, что произошел переезд офиса, о чем нам как раз расскажут, я думаю. Эта встреча, она такая немножко внеплановая, то есть это не в рамках наших регулярных встреч на всех языках. То есть единственная причина, почему мы ее проводим, потому что, во-первых, очень много было запросов, во-вторых, Анна и Дмитрий русскоязычные люди, поэтому особенно приятно нам на родном на русском языке пообщаться и узнать у Анны и Дмитрия, что сейчас вообще в компании, в Индотеке происходит, для того, чтобы вы понимали, куда мы движемся, где мы с вами находимся. И сегодняшняя встреча, она по регламенту достаточно короткая, я думаю, буквально не больше, чем полчаса, все люди заняты, поэтому, наверное, сразу же приступаем. И в первую очередь, наверное, Дмитрий, наверное, к тебе я задам вопрос. Скажи, пожалуйста, что у вас сейчас происходит, помимо того, что в Израиле вроде бы некоторое облегчение по коронавирусу, по режиму, насколько я слышал. Помимо этого, что происходит в вашем корпоративном мире? Может быть, скажешь пару слов, вот как вы переехали, как у вас расширяется штат вообще, где мы находимся, на каком отрезке сейчас? Так, приветствую, Илья, приветствую всех участников, спасибо. Да, действительно, насчет ковида у нас тут такие большие новости, на самом деле, то есть как бы Израиль потихоньку выходит из этого всего. Ну, как бы люди уже перестали даже тут носить маски, то есть, в принципе, это как бы указание государства, то есть ходить уже без масок, в принципе, можно на улице. В закрытых помещениях до сих пор все еще нужно носить, но, безусловно, это облегчает, прежде всего, процесс вот сейчас нашего переезда, потому что, ну, так сказать, мы с умом распределяемся средствами. Мы вынуждены были просто сейчас открыть дополнительный офис в Израиле, просто как бы это действительно мы вынуждены были, не потому что нам так захотелось. Дело в том, что мы сейчас расширили, в принципе, наш штат со сотрудников до 62 работников в четырех странах. Ну, и, как бы, костяк в Израиле, он удвоился и в ближайшее время даже утроится. То есть, мы просто вынуждены были переехать в новое помещение, большое, в таком центральном районе израильского, израильской стартап-долины. Вот, ну, и, как бы, и расширяется сейчас штаб работников по всем фронтам. Мы наняли сейчас группу ученых, докторов наук, то есть людей, которые действительно разбираются в технологиях, которыми мы занимаемся, и могут принести нам немало-немало новых знаний, успехов и внедрить новые технологии. Ну, вот, хочется добавить, например, что это сразу же отразилось на наших стратегиях. Сейчас, вот, три дня назад, четыре дня назад, начался такой небольшой период, когда крипторынок начал немножко спускаться, и вот наши, в принципе, новые сотрудники. Была сделана некоторая такая, некоторая замена в стратегии, очень быстрая реакция была в стратегии, мы взяли шорты на некоторых позициях, Анна расскажет об этом чуть-чуть попозже. Вот, но, опять же, это был очень аккуратный шаг, то есть, как бы, наша команда предполагала, что этот период может быть достаточно короткий, поэтому количество лотов было взято достаточно низкое. Вот, ну, и как мы сейчас видим, в принципе, как бы, ребята были правы, потому что рынок снова начинает подниматься наверх. Вот, то есть, мы расширяемся, мы заняты сейчас, ну, по-получше, как бы, по уши в работе, и не спим, работаем 24 часа в сутки. Абсолютно каждый член нашей команды занят сейчас тем, чем он должен быть занят. Вот, ну, и, как бы, кстати говоря, у Анны завтра день рождения. Вот, я такой экспромт, мы не договаривались об этом. Вот, ей будет завтра так же, как и каждый год 18 лет. Вот, и поэтому, как бы, каждый человек, когда он приближается к своему дню рождения, у него такой очень эмоциональный период начинается, когда он прибавляет особенно в работе, поэтому Анна сейчас строит всех работников, вот, и ни у кого нету даже секундной передышки. То есть, действительно, все сейчас работают на полную мощность. Компания, безусловно, сейчас находится в очень-очень хорошем периоде, и развиваемся, строим, улучшаем то, что есть, и добавляем новые функции. Классно, Дима, очень это приятно слышать. Вот, Анну поздравлять мы не будем, заранее не поздравляют, вот, но обязательно завтра отдельно еще поздравим. Вот, 18 лет – это очень важный, так сказать, рубеж в жизни каждого человека. Рад слышать, что у вас в Израиле пошло послабление. Я вот сам после Дубая, да, полтора месяца провел Дубай, вернулся в Таиланд, 10 дней я сидел на карантине, на строгом, да, в отдельном специальном карантинном отеле. Сегодня вышел только из отеля. Вот, у нас пока еще здесь достаточно гайки закручены, но я знаю, что у вас большинство населения привилось, да, тут пока что разные, ну, разные страны по-разному реагируют на это на все. Вот, я сам в суперповышенном таком тонусе, потому что сегодня, наконец-таки, вышел из отеля. Вот, настроен также на круглосуточную работу, как обычно, вот, бизнес – это самый главный приоритет, и очень приятно слышать, что у вас такой рабочий дух. Вот, очень бы хотелось оказаться с вами вместе, вот, оказаться в вашем офисе, да, чтобы прочувствовать эту атмосферу. Но я надеюсь, что позже, когда Израиль откроет дверь, обязательно мы слетаем и посетим ваш офис. Вот, здорово, что вы в стартап-долине тоже, то есть в таком престижном месте находитесь. Это замечательно, и я, насколько знаю, у вас планируется, то есть в будущем, да, может, вы как-то свой офис, как-то виртуально что-то покажете, какие-то видео будете делать, да, насколько я знаю, вы готовите какие-то продкасты, трансляции из офиса, да, ну, после того, как переезд уже завершите, да, это, там, ремонт, обустройство в офисе, вот. Я думаю, что все с нетерпением будут этого ждать, потому что у Deysi у нас офиса нет, вот, мы, скажем так, комьюнити на блокчейне, вот, а Endotec – это более традиционная компания, вот, классическая в смысле, в смысле, в смысле корпоративной структуры, да, и то, что у вас есть офис, то, что вы можете все время вживую встретиться, да, брейнсторминг поделать и позаниматься этими вещами, это, конечно, очень-очень здорово. Вот, следующий вопрос, Анна, к тебе, вот, я последнее время общаюсь с разными людьми из нашей комьюнити, все время подчеркиваю то, что смотреть на трейдинг, ну, это и раньше подчеркнули, и ты тоже это помнишь, да, смотреть каждый день на графике, вот, когда будет плюс, когда будет минус, это абсолютно неправильный подход, потому что у нас здесь совершенно долгосрочная прозрачная история, и в первую очередь это все-таки краудфандинг, люди получают акции. Вот, соответственно, вопрос такой, мы уже около двух миллионов долларов, это открытая информация, все это видят в кабинетах, да, собрали на развитие суперинтеллекта, насколько это развитие идет по графику, или, может, оно опережает график, что у нас сейчас происходит вот в сфере именно, именно разработок суперинтеллекта. Немножко Дима эту тему затронул, да, что у вас уже есть какие-то, какие-то продвижки, да, и вот сейчас действительно классно вы в шорт зашли, просто вообще супер, просто супер, потому что столько было ликвидации на рынке, какие-то рекордные, рекордное количество за эти два-три дня, страшно смотреть. Вот, мы это прошли хорошо, и прямо приятно в кабинет посмотреть. Вот, Анна, что скажешь на тему развития интеллекта, насколько мы по графику, вообще, в принципе, вот изначально было заявлено, что это на полтора года процесс, как, насколько... Нет, смотрите, мы, во-первых, всем добрый вечер, очень приятно всех видеть. Да, действительно, хотя мы идем неожиданно для самих себя раньше графика, потому что, опять же, проект очень амбициозный, и никогда не знаешь, когда сдвинется. Особенно вначале очень тяжело между идеей и пониманием, что ты хочешь достигнуть до какого-то первого движка, когда ты начинаешь видеть результаты, обычно все-таки происходит дольше, чем ты думаешь и надеешься. У нас до последних, скажем так, двух недель была очень тяжелая атмосфера, потому что мы никак не могли сдвинуть. То есть у нас была огромная команда, которая... Каждое... У нас команды разбиты на разные темы. То есть, например, у нас есть financial analysts, среди financial analysts у нас есть ребята с Wall Street, которые дают нам консультации. У нас есть экономисты третьей степени из разных стран даже. У нас есть команда AI-щиков, которые подхватывают все эти модели и так далее. То есть у нас сделаны и вертикальные, и горизонтальные структуры одновременно. То есть мы работаем над разными ассетами, мы работаем над разными моделями. И до последних двух недель было очень тяжело, потому что работы было много, всего сдвинуто много, а результатов мы еще не видели. За последние две недели произошел сразу прорыв у многих групп по результатам. И мы увидели, что действительно наша методология, которая у нас есть в эндотеке, плюс методология, которая есть в DAISY, дает первичные POC, да, proof of concept. Что то, что мы хотели добиться, у нас начинают появляться вот эти первые росточки результатов. Теперь, как только это произошло, мы сразу собрали команду маркетинга и сказали, ребят, теперь давайте так, мы будем вам рассказывать, какие у нас получаются результаты, будем с помощью команды маркетинга начинать уже создавать контент, чтобы можно было рассказывать об этих результатах и показывать эти результаты в комьюнити. Это возьмет процесс, это как бы не произойдет ни сегодня, ни завтра. Надежда, что в течение месяца-полутора мы начнем выпускать какой-то контент, потому что нужно продумать историю, нужно продумать как, потому что вещи сложные. Опять же, когда я не могу выслать просто репорт Wall Street, искать, вот смотрите, они так думали, а мы потом проанализировали, получилось вот так, вот так, никто это не просчет, никто ничего не поймет. То есть нам нужно как на каком-то другом уровне подать всю будет эту информацию. Также модели искусственного интеллекта очень сложные. Мы сидим с ребятами из третьей степени и так далее, и сложно идет. Поэтому я не могу сказать, что я могу очень быстро как-то объяснить, что у нас получилось, как у нас получилось. Сложный процесс, который в конце концов мы пробили, и получился результат. Поэтому, опять же, некоторое терпение со стороны комьюнити нужно, пока мы сможем подавать эти результаты. Вот с точки зрения, как Дема сказал, мы уже, есть информация, которой мы пользуемся, мы пользуемся ей на уровне того, что у нас есть портофолио менеджмент, в котором есть небольшой уровень дискрешина. Например, у нас бегут 45 алгоритмов, да, и мы периодически раз там в 2-3 недели решаем, сколько будет бежать на каком алгоритме. То есть вся алгоритмика внутри, она автоматизирована и поддерживается искусственным интеллектом эндотек. Но вот этот внутренний, как перераспределить, мы уже начали по чуть-чуть использовать наши новые истории. Опять же, не хочу укорачивать наши полтора года, потому что все очень сладко, все очень интересно. Не хочу укорачивать нашу замечательную жизнь исследований, потому что то, что произойдет в конце, это, как бы, опять же, если будет идти как сейчас, то это должно сдвинуть очень многие вещи. И хотим довести это действительно до конца, до интересных результатов, до ситуаций, когда IP, intellectual property компании DAISY, эндотека, будет таким, что само по себе даже без сотни тысяч клиентов, которые у нас сейчас, контрибьюторов, которые у нас есть у нас сейчас, больше 100 миллионов, которыми мы руководимы в эндотеке, больше определенных миллионов, не буду называть сейчас цифр, которые мы зарабатываем, которые уже нас приводят к статусу Unicorn по разным параметрам. Мы хотим, чтобы наш... Unicorn – это единорог, я просто не знаю, по-английски. Да, единорог, это миллиардная компания, если кто-то не понимает. Да, то есть у нас по многим параметрам мы уже вышли на уровень миллиардной компании, но чтобы это была действительно настоящая ситуация, которая может привести к продаже и так далее, мы хотим очень сильно укрепить наш IP, intellectual property, и вот этот проект DAISY – это, конечно, наш flagship project, который нам поможет выйти на очень четкие и очень высокие уровни этого единорога. Поэтому, опять же, всем спасибо за то, что поддержали начало, очень надеемся, что вы поддержите нас до самого конца. И хотела бы перевести сейчас как раз историю немножко на то, что происходит сейчас, и почему мы такие все тут уверенные, довольные, да, и несмотря на то, что происходит с рынком, потому что... Давайте я просто покажу. Да, потому что еще раз, вот, Анна, если ты это покажешь, это будет очень здорово, это будет наглядно, потому что именно, особенно если ты это покажешь, да, не кто-то другой, чтобы люди понимали, что на короткой дистанции, еще раз, это я всегда, у меня это как мантра уже, да, это не инвестиции в трейдинг, это вообще не инвестиции, это у нас не история с трейдингом на периоде, там, одна неделя или один месяц, если в течение какого-то месяца идет минус или нет большого плюса, если у нас графики идут сначала вверх, все уже видят 30%, а потом графики идут вниз, то это не повод для уныния, потому что мы работаем на длинной дистанции, есть трехлетняя история, невыдуманная, а живая, настоящая история, которую, кстати, на сайте Индотека можно все отследить, и вот Анна сейчас может показать, ну, какие-то кусочки, параллели, да, наверное. Да, я попробую вкратце объяснить, откуда есть такая уверенность и оптимизм по поводу того, что сейчас происходит с криптой, особенно с нашими алгоритмами, да, для этого я сейчас делаю share screen, надеюсь, это видно, да? Да, да, видим экран. Это видно, значит, действительно, мы запускаем алгоритмику, которая была разработана аж в 2012 году, да, то есть эта алгоритмика имеет корни очень-очень давние, и она применяется к криптовому рынку с 2018 года, и то, что я хочу показать, это последний год, именно последний год, чтобы просто связать ваши сейчас эмоции, которые вы испытали сейчас, может быть, с тем, что происходило в прошлом году. Например, наш типичный перформанс в прошлом году на Итаре был 270%, с апреля по апрель просто вырезали кусочек, и то, что надо понять, там тоже была подобная история, что до декабря был хороший рывок, в январе был хороший рывок, потом все застряло, потом опять был какой-то рывок, разворот и так далее, и так далее, да? И, что интересно, что, несмотря на это, до июня все равно мы испытали очень хороший прирост в 70-100%, да, но если мы смотрим на отдельные куски в 3-4 месяца, иногда они были по нулям, иногда они были даже немножко в минусе. Теперь, что происходит? Мы работаем в рынке, который long-term, мы знаем, что есть 5-6 очень хороших трендов в течение года, сейчас мы испытали огромнейшие 4 тренда в конце прошлого года, да, поэтому то, что сейчас есть некоторая такая переходная ситуация, да, нет, да, нет, для меня это то же самое, что происходило и в прошлых годах, и в позапрошлых, и в позапрошлых годах, то есть неважно, что у нас было, год bullish, bearish, сайдовый... Это бывший или медвежий, да, неважно, куда рынок идет, вверх или вниз, как общий тренд, да? Да, или sideways, то есть вот, который стоял на месте, у нас результат более-менее похожий год на год, да? Вот, и опять же, наша такая стандартная цифра, которую мы оперируем, это 270%, которое вот показало в прошлом году, это счет реальный, это не счета, как мы показываем на эндотеке, которые сборный счет или сигнальный счет, это реальный счет после всех комиссионных и так далее. Ага. Вот, и мы зашли вот здесь, 10 января в DayZ, и с тех пор прошло какой-то период, да, у нас бежали немножко другие алгоритмы, на Итере, кстати, мы выиграли, да, то есть наш сейчас выигрыш в основном пришел от Итера. Значит, какие были другие ситуации, которые вот могут быть у вас сейчас на душе и которые тоже, опять же, меня не очень, я из-за них не очень переживаю. Бывают критичные ситуации и болезни, если ситуации отдельных алгоритмов. Например, у нас был алгоритм, самый плохой, который в начале его запуска, прямо в первый же месяц его запуска опустился на 30%, да? И потом очень тяжело стабилизировался, никакого компаунд-эффекта не вышло, потому что было тяжело и больно. И в конце концов, опять же, посмотрите, алгоритм плохой по сравнению с тем, что алгоритм бежал здесь, и алгоритм, который бежит здесь, вы видите, что он в принципе хуже работает. Но я хочу вам его показать, что даже в таких самых трагичных ситуациях, которые у нас происходят, ждешь год, выходишь в хороший плюс. Анна, ты сейчас рассказываешь ровно вот про то, что я в начале мая 2020 года в этот алгоритм, собственно говоря, и вступил. Я его ощутил на своей коже, что называется, на своей шкуре. Вот, и я эту яму очень хорошо помню. Я достаточно был спокоен, несколько месяцев восстановления, и в итоге, как ты правильно говоришь... Потом мы пошли опять, начали сначала нью-гейм, с этой точки зрения нью-гейм. Теперь что мы сделали? Мы этот алгоритм для большинства наших клиентов заменили. У нас вообще бежит достаточно много алгоритмов, поэтому, когда случается плохой алгоритм, он за собой несет свою ношу, пока он не исправит, или иногда мы его заменяем уже, когда он начинает восстанавливаться, заменяем на более хорошую версию. Теперь, это я вам показала самую ужасную вещь, которая у нас происходила. Теперь, но есть ситуации, которые намного белее глазу, которые... Ой, извините, здесь неправильно написано цифра. Здесь цифра должна быть 583%, где-то 500. И как Илья знает, это его счет, да, это один из счетов, которые запустились в октябре. Они приходят, пришли в определенной точке, их ситуации тысячи процентов, потом опять спустились, опять поднялись и так далее. История такая, когда мы пользуемся леверидж, если алгоритм хороший, то как только мы выходим в район, где мы можем уже до конца рисковать, там уже начинаются очень красивые результаты. То есть мы находимся между историей средней, историей самой плохой, и историей хорошей, которые у нас есть в отдельной. Дейзи – это что-то, скажем так, сборная солянка вот этих результатов. Где мы пытаемся быть выше среднего, ближе идти в сторону левериджа. Но, опять же, иногда попадаются у нас, конечно, неудачные стратегии, которые заходят вовнутрь. Как мы видели, реже, чем, скажем, не 50%, даже обычно 10% стратегии у нас могут быть такого уровня, но даже они как бы выходят из проблематики своей. Поэтому у нас и поддерживается такой уровень оптимизма, потому что наши алгоритмы, они запускаются сейчас на, как вы видите, в самом Дейзи. У нас есть очень много клиентов, очень много десятков миллионов мы запускаем. Но также в самом эндотеке у нас есть тысячи клиентов, которые мы запускаем уже несколько лет, на которых у нас есть эти результаты. Поэтому мы прошли все этапы, когда нам звонили клиенты, переживали, а что же будет, мы проиграли и так далее. И ответ – диверсификация, то, что мы сейчас предлагаем в виде Дейзи, несколько алгоритмов сразу, связка левериджа с не левериджем и так далее. Значит, это рассказ о том, что было. Если я вам покажу, что у нас сейчас происходит с Дейзи, то на данный момент есть некоторая проблематика у нас некоторое опоздание с точки зрения фичеров, которые мы делаем с Дейзи, потому что проект как бы живет и развивается вместе с его запуском. Поэтому, например, трейдинг фонд, который вы видите здесь, вы его видите только баланс. Мы в ближайшее время, опять же не скажу сегодня-завтра, но в ближайшей неделе, мы выкатим дополнительные фичеры, которые будут вам показывать также все контрибьюшены и все профиты, которые будут и в долларах, и в процентах. И тогда то, что вы увидите на фонде, это не вот эта цифра 6%. Вы увидите, что с начала фонда мы заработали 18,5%. В принципе, будет вот так выглядеть линия процентная profit and loss. И мы сейчас в ситуации, когда у нас profit 18%. Для тех людей, кто стартовал в самом начале. Для самого фонда. Для самого фонда, который начался в январе. Да, который начался в январе. Опять же, сейчас ситуация на рынке относительно сложная. И то, что мы достаточно молодцом не поддаемся проблематике этой ситуации, обычно для алгоритмов это большое достижение. Потому что всегда каждый человек может сказать задним числом, что я знал, я думал и так далее. По-настоящему алгоритмы это нечто более сложное. Ты должен информацию всю перебрать, оценить, статистически ее проверить. И только тогда ты можешь с ней что-то делать. Поэтому то, что алгоритмы решили вовремя выйти, перевернулись часть из них и так далее. Мы как бы с точки зрения алгоритмиста, я довольна. В принципе, мы стоим на вот этой линии. Да, очень хорошей линии. 20%. И теперь мы ждем следующие интересные истории рынка, которые произойдут. Но опять же, от чего идет наш основной оптимизм? Это то, что вот Дейзи продвигается, его разработка. И наши алгоритмы, которые мы уже давно заготовили для Форекса, комодитиз, там, например, ойл, голд, медь, другие энергии. Все это мы сможем выпустить, как только у нас закончится первая фаза Дейзи. Опять же, очень надеемся, что в июле мы сможем добавить хотя бы к тестингу Форекс. И потом уже, как и планировали, каждый месяц-два добавлять дополнительные ассеты. И тогда представьте, что тяжелая ситуация с биткоином, а у нас есть хорошие ситуации с другими ассетами, и мы там с удовольствием занимаемся нашим... Да, тактическим инвестментом. И тогда будет настоящая диверсификация, потому что сейчас диверсификация проходит только внутри самих алгоритмов. А тогда мы сможем делать диверсификацию между разными ассетами, и это, конечно, обычно сразу поднимает довольство результатов. Еще маленькая история для того, чтобы тоже, опять же, поднять вам уверенность в том, что происходит. Например, вот это падение в основном было спровоцировано тем, что стратегии держали... Так, они лонг-тем, они держали ассеты. Было много сидело на фьючерсах, а там очень высокий фандинг-фи. Мы эту проблему фандинг-фи сейчас решаем. Мы добавляем эксченжи, эксченжи, в которых фандинг-фи намного ниже, чуть ли не в десятки раз. И мы сделаем диверсификацию, что в следующие разы, когда у нас есть эта ситуация с тем, что рынок никуда не двигается, и нам нужно выжидать, у нас будет ситуация намного мягче проигрышей, чем то, что сейчас нам пришлось испытать. Тут я хочу немножко добавить, Илья, с твоего разрешения. Фандинг-фи – это, значит, когда открыта позиция, например, на фьючерсном валюте, то это процент, который снимает со счета сама биржа. Он никак не зависит ни от нас, ни от кого-либо еще. У тебя открыта позиция, и биржа, соответственно, в валютильности рынка снимает тот или иной процент. Иногда он может доходить просто до очень больших цифров. Теперь тут очень важна эмоциональная часть, хочу добавить, потому что сейчас достаточно непонятная действительно ситуация с рынком. Ну, никто не может действительно гарантировать, что рынок пойдет наверх или вниз, он может просто обрушиться, да, вот буквально через час. Но эмоциональная составляющая очень важна, потому что участники проекта должны понимать, что они могут спать спокойно. То есть наши алгоритмы 24 часа в сутки на страже, и если что-то вдруг начнет падать резко вниз, то алгоритмы либо уже будут в шортах, либо они будут в аффлете, то есть без открытых позиций. То есть может быть, конечно, какая-то просадка, но она будет значительно меньше того, что потеряет сам рынок. Да, это очень важное замечание. Я хочу немножко, Анна, вот резюмировать то, что ты сказала. Во-первых, я правильно понимаю, я хочу туда людей донести, что по ходу развития проекта, по ходу разработок какие-то элементы, то есть это не то, что мы ждем, допустим, условные полтора года, и только через полтора года это все внедряется, правильно? На нашем дейзи-фанде уже будут постепенно-постепенно что-то внедряться. Абсолютно. Что для нас, то есть для обычного человека, что это означает? То, что мы можем иметь ситуацию, когда перформанс, да, он будет улучшаться. Это, конечно, не гарантированно, но мы можем иметь этот ситуацию, правильно? Да. Я как раз люблю говорить обратное всегда, не потому что я вредная, а потому что я считаю, что это очень важно. Смотрите, при всех наших убежденностях и при всех нашем желании рынок иногда выкидывает коленца. И бывает, когда за пять минут он может упасть. И бывает, когда он может упасть не вовремя, когда он может упасть неожиданно, не с той точки, которая обычно статистически происходит. Поэтому любые сюрпризы отрицательные могут происходить. И я вам показывала, как они у нас уже происходили. Конечно. Поэтому, что бы ни произошло, то, что произойдет, что даже если мы проиграем на какой-то точке, либо сейчас в минус, либо в будущем, с хорошего выигрыша на серединный выигрыш и так далее, все равно то, что произойдет, что алгоритмы продолжат работать, и наши DAISY продолжат работать и улучшать результаты, и в конце концов мы должны выйти в плюс. В плюс, который мы ставим себе в цель. Это, опять же, команда менее эмоциональна, чем контрибьюторы, потому что мы, опять же, все видели, мы все знаем. И мы относимся к этому очень так с рабочей точки зрения, что есть на данный момент только один рынок, мы от него слишком зависим. Алгоритмы работают 24 часа в сутки. Команда трейдинг-деска, которая следит за всей ситуацией, следит за алгоритмами. Я получаю иногда по три раза за ночь телефонный звонок. Вот это происходит с рынком, алгоритмы сделали вот это, вот это. Все в порядке, все в порядке и так далее. То есть мы их не трогаем, но мы за ними следим, потому что, не дай бог, что-нибудь Exchange закроет, откроет и так далее. Нужно быть всегда на чеку. Но это рабочие ситуации, и, опять же, как только у нас будет больше рынков, мы все сможем немножко расслабиться, потому что будет уже поддержка диверсификации по рынкам. Ну да, да. Это очень круто. Я просто хочу опять-таки вернуться, о чем я говорил, к краудфандингу. Тут ситуация очень простая. Я хочу, чтобы ребята поняли, на коротком отрезке не стоит ждать каких-то плюсов или минусов. Как он идет, этот трейдинг, так он идет. Это не смысл нашего с вами бизнеса. Смысл нашего с вами бизнеса – это поднятие капитализации компании, сделать компанию Endotech, чтобы она была многомиллиардной, не просто единорог с капитализацией 1 миллиард, а многомиллиардной компании, чтобы мы вместе уже получили хороший экзит, чтобы мы могли сделать хорошие прибыли на этом, на всем. Это из чего будет считаться? Это сложный процесс, да, как экономически это считается. Это количество клиентов, это количество средств под управлением, это прибыли, которые делаются. И вот на длинном отрезке мы, в принципе, сюда достаточно уверенными шагами двигаемся. И мы же не говорим про то, что нужно ждать тут 5 или 10 или 20 лет. Да, Илья, если можно, я тут расскажу небольшую историю, закулисную, которая у нас произошла. То есть мы сейчас, как всегда, мы ведем не только разработку, мы ведем также бизнес. Часть нашего бизнеса заключается в том, что мы разговариваем с потенциальными стратегическими партнерами, которые могут как раз нам помочь стать единорогами и взять нас на следующий уровень. Опять же, несмотря на то, что сейчас наша эвалюация уже приближается туда или уже перешла на некотором смысле, то мы хотим это вывести на следующий уровень. Наша личная цель, что так как в мире не существует настоящих решений для high-risk, high-return инвестиций, то у нас очень высокий потенциал действительно захватить этот рынок. И если мы смотрим на наших клиентов, которые сделали сотни процентов в прошлом году, совершенно не трудясь над этим, вложив и забыв, то наше решение с этой точки зрения идеальное. Теперь, если мы сможем предположить дополнительные рынки, если мы сможем иметь очень сильное IP, которое показывает, что другие компании не могут нас догнать даже через несколько лет, то мы говорим о относительно коротких сроках. И вот последний наш разговор, который был с одним из таких монстров стратегических партнеров, мы начали говорить с того, что они нам сказали, ну, ребят, смотрите, даже в таком хорошем состоянии мы говорим о годе двух-трех. После того, как они с нами говорили где-то около минус сорока, со всеми цифрами, со всей внутренней информацией, они сказали, ребят, мы хотим приехать, через три недели давайте попробуем закрыть сделку. Мы сказали, еще рано, мы хотим довести сначала до конца, потом как бы и наши до конца, это где-то шесть месяцев, когда мы начнем опять разговор. Вот, поэтому с этой точки зрения я считаю, что да, наши полтора года – это максимальная точка. Будем надеяться, что раньше у нас будут уже какие-то интересные новости о развитии компании с точки зрения бизнеса. Ну, это очень здорово. На самом деле, то, что ты сейчас сказал, это вообще шикарная просто история. Вот, это значит, что… Опять же, закулистная история не для публикации, для поддержки комьюнити, что мы, опять же, мы не только как ученые занимаемся развитием алгоритмики и платформы, мы также занимаемся развитием компании с точки зрения стратегических партнеров. Очень у нас, опять же, сейчас рост просто экспоненциальный со всех сторон. Мы очень довольны этим, не только с точки зрения результатов, но и с точки зрения прироста компании. Поэтому все сейчас выглядит очень-очень розово. Супер. Огромное спасибо. Я под конец один вопрос задам, который, наверное, всех очень интересует, потому что прибыль-то у нас все-таки заработана, и все хотят нажать на эту кнопку и попробовать вывести. Мы также помним, что не сильно мы… Не то, что мы не рекомендуем, то есть каждый сам решает, но понятно, что сложный процент, он работает только тогда, когда идет рекапитализация автоматически, то есть иначе это будет линейный процент. Это менее выгодно за какой-то длинный отрезок времени. Тем не менее, я сам рекомендую всем, особенно лидерам, кто строит этот бизнес, попробовать вывести средства, чтобы увидеть, как это работает, чтобы получить какие-то чеки, комиссии, реворды. И, соответственно, вопрос какой, Анна, вопрос к тебе, потому что деньги люди, когда выводят, это они, в принципе, из фонда выходят, да, фондом, ну, ты руководишь. Когда эта кнопка, когда вывод у нас заработает для клиентов? Да, мы уже как бы протестировали первичные выводы, мы находимся в последней вот этой стадии тестирования в надежде через несколько дней. Несколько дней, не могу сказать один, два или три, но в течение нескольких дней это должно быть доступно. Опять же, мы просто следим за тем, чтобы все было протестировано, все помнят наши ланчи, вот, Дейзи, и поэтому мы хотим, чтобы больше таких историй у нас не происходило, поэтому мы стараемся все дотестировать теперь. Вот, с точки зрения процессов и так далее, все уже построено, осталось только вот последние шаги. Ну, супер, да, то есть для комьюнити, для сообщества, конечно, это будет очень важной такой вехой, потому что всегда, ну, любые проекты финансовые, на моей памяти работают таким образом, да, что вначале люди, естественно, вкладываются, потом ждут какую-то отдачу, смотрят, как это тестируют, и после этого начинается еще большая волна, потому что появляется уверенность, что все работает, вот, естественно. Понятное дело, что оно, в любом случае, тут вариантов не было бы, чтобы оно не работало, вот, но, естественно, люди хотят проверить, да, получить на кошельки, на свои кошельки Tron, вот, увидеть. Все так же, естественно, в USDT будет выводиться, то есть мы работаем в USDT. Вот, соответственно, я думаю, что на этой неделе это все, мы это увидим в течение недели, и потом какие-то моменты по кабинету, недоделки тоже там этой неделе, максимум следующей, я думаю, тоже все у нас зашлифуются, и, в принципе, после этого мы сможем набирать уже скорость, потому что мы рванули просто как ракета, да, потом у нас такой некоторый спад, вот, и сейчас мы будем набирать уже скорость, уже хорошую динамику, как, в принципе, бизнес, ну, будем закладывать фундамент, потому что у нас очень долгосрочные здесь отношения, бизнес, и с точки зрения маркетинга, естественно, вот я еще раз всех призываю смотреть на большую картину, не находиться вот в той ситуации, вот этот график, Анна, который ты показал, он прямо показывает, насколько люди могут быть слепы, когда они видят вот этот маленький отрезок всего на 2-3 месяца, они же не видят на длинной дистанции, как оно будет выглядеть или как оно выглядело, им кажется, что все, там, почва из-под ног уходит, это 2 месяца, оно куда-то вниз полетело, и все. Если посмотреть на длинные дистанции, это как будто дополнительное измерение включается, да, вот, и на самом-то деле все, на самом деле, на самом деле все отлично работает, и эта стратегия, эти алгоритмы, они себя зарекомендовали, это не то, что они со вчерашнего дня работают, и все это, опять-таки, открытая информация на сайте НДТ, вот, поэтому не держитесь, не хватайтесь за какой-то короткий период, смотрите на большую картину, на то, что здесь все участники краудфандинга, во-первых, получают акции, только за счет этих акций можно ожидать, да, достаточно хороший доход, плюс из трейдинга по ходу, если прибыль генерируется за какой-то период, да, есть возможность ее вывести, и плюс, естественно, можно заработать гораздо больше денег на короткой совсем дистанции, если развивать сообщество, да, если приглашать людей в наше сообщество. Вот, Анна, огромное спасибо, Дмитрий, огромное спасибо, вот, знаю, что вы очень заняты, огромное спасибо, что выделили время, всем нам больших успехов в этом бизнесе, и до новых встреч. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Спасибо.